Некрасиво, борода растет. Все, добро. На камеру вселился шмель. Такой вот ладь. Смотрите, тут вот срок годности до 15-го года. Конечно, это фотошоп. Ну это видео, какой фотошоп. Не видите? Может, еще кого-то позовем? Ребята, пламенный привет. У нас сегодня суперинтересный случай, когда салон красоты, находящийся в центре Москвы, делает макияж за 5500 специалистом, названным парикмахер. Обычно в классных, крутых салонах, особенно если они где-то там не на периферии. Там есть отдельно выделенный человек, либо отдельно специально обученный, который занимается именно макияжем. Либо, если это кто-то совмещающий, так скажем, в первую очередь парикмахер, то там, как правило, скромнее. То есть 5500 это уже очень уверенная цена в Москве, во многих салонах даже с ресничками. Именно профессионального, классного макияжа, не самого простого уровня. Скажем так, уже с некоторой такой хотелочка-хочушечка. Сейчас мне очень интересно, что же скажем. Когда я вдруг попрошу не, не знаю, не смоки или не красные губы со стрелочкой, а что-то немножечко эдакое. Здравствуйте. Это макияж? Макияж, да, конечно. Проходите. Скажите, чайку? Давайте, черный чай, спасибо. Хочу вечерний макияж. Какой-нибудь желательно яркий. Вы куда-то идете? Ну да. Прическа будет такая или у кого-то другой будет сидеть? Да, распушенный. Вот так вот. Расчешусь только максимум. Какой-то яркий я хочу. Какой-то макияж хочется? А может фотку найдем? Вы покажите, какие у вас цвета и найдем. Хорошо? Цветов много. Много? А делаете вы раз цветами разными? Макияж, можно? Супер. Можно? Нормальная вам, как думаете? В принципе. Ну, вам как? Ну, это не сказать, что это прям сильно вечерний. Не сказать? Это может даже, что больше, даже, как бы, не мантер, некоторых днем, если больше хочется яркости, то лучше, конечно, можно сделать вообще такой на смойке. На смойке? Красиво. Вау, разными цветами, супер. Можно, например, там розовый, например, сделать. Может быть, какой-то салатовый с зеленым. Да? Типа вот такого? Типа вот такого, что-то такое интересное. Одобряете, да? Да. Я, получается, дома SPF вот это специально нанесла, который от ожогов. Это называется не SPF, это называется такой, который от солнца. От солнца? Да, 50 у вас или 30. 50. А это что? Это я наношу вам как бы предварительный такой вот. Лосьянчик? Ну, лосьянчик. SPF, он же, ну, или как вы правильно сказали, не SPF, а? Ну, есть крема, есть такие, которые с тональной основой. Ну, в общем, что он может иногда как жирный выглядеть. У меня не такой? Нет, у вас хороший, да. Не, ну, надо, потому что немножко его кожа устареть начинает. Плюс пигментный перст, нужно обязательно наносить это все. Это немножко такой бальзамчик для губа, чтобы убрать вот эту сухость. Постараемся именно яркий, да, сделать вот такое? Да, да. Хочется мне что-то такое необычное. В принципе, под волосы тоже зеленый хорош должен быть, да? Ну, да, у вас тут такие волосы яркие, но будет хорошо. Это тональный крем? Ну, это не совсем тональный крем, это идет, скажем так, корректор, чтобы там кожу сделать более идеально, где-то убрать покраснение, где-то убрать синячки. Сверху еще тональный будет, да? Конечно, обязательно. На все лицо правильно или какие-то, вот видите, если недостатки? Ну, где, конечно, да. Где недостатки, где, вот я вижу, капиллярчики у вас тут. За этим нужно носить. Точечно, да? Конечно, да. Это специально для макияжа, это как кукольная? Ага. Как зубная? Его же мы, да, наносим? Ну, это нет, это уже тональный. А уж тональный? А вы откуда его взяли? А на руке? Да, да. Еще есть такая огромная. Да, да, обязательно. В чем разница между ней и обычными кисточками? Лучше она или хуже? Ну, они, в принципе, это просто тут больше она заходит. А, в два движения. Да, да, хорошая, и работаю разными кистями, и можно уже немножечко больше нанести. Как бы втираете, да? Ну, да, 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 немножечко тут жирность, вот эти все грешности, которые у нас есть, то есть она убирает. Где тут такой этот? Что там? Ну, бородка. Такой прям. Волосинка такая? А что с ней делать? Вырвать? Ну, так он такой бывает. Просто она некрасива вам будет лежать. Там ничего не видит, не видит. Некрасиво, борода растет. Что делать? Одна волосина там? Ну, да, такая она просто черненькая, некрасивая. Все. Нет. Все, ты вырвала. Вырвала. Ну, такое бывает, ну, что делать? Это вроде не вредно, да, вырвать бороду? Ну, если бы на желание загадать. Ну, такое бывает. Ну, такое бывает. А что за пинцетик покажете? Какой-то специальный, профессиональный, обычный? Обычный пинцет. Это я немножко наношу такую пудру, чтобы под глаза немножечко я сейчас буду наделать мейк, чтобы она сильно не осыпалась. Будет осыпаться. Пудра рассыпчатая. Профессиональная тоже? Ну, конечно, да, обязательно. Ого, дорогая, все, в нос летит. Это чтобы она, получается, защищала кожу от загрязнений, да? Теперь брови, да? Угу. Брови у меня тоже не очень-то и... Яркие? Да. Но еще и тонкие. Угу. Что-то можно с ними сделать хорошего, так, чтобы они красивые? Ну, по вашей форме, конечно же, сильно не выходить из рамок. Боль, мне кажется, не очень-то смешно. Как будто бы ворсинки рисуем, да? Угу. Вы стараетесь их шире сделать или уже? Или просто вот как свои есть, природные? Ну, да, конечно. Нет, бывает, если тонкие брови, так, от природы, их нет волос, да? То есть, конечно, подрисовываешь где-то, да? Если волос не... Нехватка волос, ты подрисовываешь. Если своя бровь красивая, природная, то зачем? Просто рисовать немножечко и сделать именно ту форму, которую можно. Ну, такие светлые брови в целом. Не гонимся за темнотой. Ну, я думаю, что да, за часик можно немножечко привнести. Темноту-то всегда можно, потому что просто убирать, это сложнее. Ну, это и лель на нашу. Сверху на наши штришки, да, вот такое. Ну, да, лель, ага. С цветом, наверное, это самое сложное, да? Ну, да, там просто много цветов. Всех как-то, да, друг с другом подруг. А вы вообще делаете цветные вот в целом? Да, есть такой, кто прям просит. Ну, в основном все дневные просят такие, которые в офисах. Незаметные, да? Да, да, редко такое, что да. Ну, бывают такие, да, если какие-то тематические истории. Сначала белый под бровь. Да, да, такой немножечко. Внутри тоже беленький, да? Да, да, да. Но его почти не видно. Да, он просто вот сейчас как бы такая основа идет, скажем так. Для цвета. Так, зеленый уже начинает, да? Ну, там, да, темно-синий, зеленый. Спасибо. Ой, это я не могу, кстати, язык можно. Спасибо. Пожалуйста. Одну ягодку беру, на другую смотрю. Спасибо. Третью промельчаю, четвертая мерещится. Это все про меня. Конфеток нет у вас, да, каких-то? Печенек. Печеньки есть. Есть? Не знаю, закончились. Ну, вы не хотите, не хотите. Просто интересно. Все съели? Да, бывает. Такое. Кофе вкусный, не кислый. Так, это, получается, наш цвет пошел. Да, потихонечку, сейчас он будет нарастать. А еще я удивилась, что у вас при записи два с половиной часа отмерено на макияж. Ну, да, это же вечернее. Так и делаете? Вечернее всегда долго, конечно. Вечернее всегда долго. Два с половиной? И прям сидят терпят все? Это даже коричневый, как вам быть, смоки два с половиной тоже? Ну, где-то так, да. Реснички клеите или нет? Нет, бывает, да, кто просит. Входят они в стоимость или нет? Вечернее входят, да. Входят? То есть я тоже могу попросить, да? Ну, да, можем. То есть мы вначале он синий, а тогда дальше зеленый. А на референции так у нас? Да. Да. Да, они такие в целом непрозрачные цвета, да? Так иногда удобно, может, поглядывать, чтобы не отойти. Да, да, я смотрю. А кто там ругается? А ты там девчонки расскажи. То есть говорю? А салон называется у вас? Необыкновенный. Необыкновенный. Ный, да. А что это значит? Не на я, необыкновенная, ну, типа, клиентка, а необыкновенный? У нас есть, так, у нас отель необыкновенный и салон. А, салон при отеле. Да, ну, то есть как-то так вот. Там еще просто такая странная фотография какого-то очень носатого мужчины. Это Никулин. На вход, да? Да. Но это карикатура, это же не фотка его, как рисунок. Нет, да, да, это рисунок. Ну, такой очень утрированный. Да, это его, да. Ммм, да. Вообще это как бы, ну, вот, цирка, Даня. Теперь мне стало все понятно. Почему? Вы любите яркий макияж? Ну, да, 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 да. А цирк тут рядом? Да, уже вот. Ясно. То есть это, в общем, все как будто... А здесь артисты останавливаются? Да. Вы их красите? Бывает, да. Это уже коричневый добавляю. Вот такой, да, черненький, черненький, коричневый. Теперь вы как будто бы вот этим черненьким обводите, да? Как на референсе, да, там вот коричневый такой? Нет, я сейчас пока дублирую, а потом уже буду обводить. Сейчас пока второй глаз крошу. А стрелочки будем делать? Да, да. Написано в конце, да. Здесь такая и внешняя стрелочка, и внутрь уголка тоже идет. Угу. Черненькая уже пошла? Нет. Ну, как будто коричневый добавляете, нет? Нет, нет, березу. Березу? Угу. А по линии, например, что у нее, видите, он такой вытягивающий глазик. У меня вытягивающий глазик. Да, но мы потом еще же будем стрелки делать. Еще вытянем, да? Ну, конечно. То есть вот эта вот там есть такая коричневая, да? Да, такая она, да. Мы ее сейчас усиливаем коричнево-черными тенями. Вот глазом делаем тоже стрелку, как у тут девушки. То есть на нижнем веке это? Вот это. Да. Просто очень остренький карандашик наточенный прям. И он такой тверденький еще. Может, подводка лучше? Она мягенькая. Вот этим я боюсь корябать будет. Нет, ну не очень. Попробуем, давайте посмотрим. Корябает? Ну, так как да, почти не давить и нет. А теперь я чуть-чуть растушую. А там она у нас на фотке растушевана? Да, там глаз такой больше у нее получается. Вот у нее так выглядит, как будто это подводка, нет? Не может быть? Нет, это просто острый карандаш. Видите, у нее изнутри тоже она сделана. Но я просто не знаю, как делать такое, если вы моргаете. Изнутри у нее вот это вот белого нет. Ой, не, не надо. Не будем делать? Нет? А вы цветным макияжиком учились где-нибудь или сами вот так интуитивно? Нет, почему? Учились, конечно. А где? В многих школах. Изначально себе сколько отучилась там? Лет 20 назад. А потом ходила на повышение, амплификации. А куда? Ну, не знаю. Знаете, как у школы солинг? Неаа. Ну, вот солинг, школу там. А, набрать цветные макияжики, да? А там многие там взрослые макияжи, цветные, хауин даже. Маскарадные, да, такие? Скажем так, много всяких было у нас. Скелетов рисовали. Ну, как бы такой грим. В возрасте женщины. Приводили вам? Да, конечно. Это же, там же много морщин. Их очень сложно красить. Вы на ней тренировались? Ну, конечно, да, отрабатывали. Дали экзамен потом. Вот сюда можно впустить. Плюс трясочек. Не, не надо. Они такие как бы. Ой, нет, лечеринка. На камеру вселился шмель. Подустала камера. Ого. Это что, в этот цвет добавляем? Да, немножечко. Где-то я такой светленький чуть-чуть. Чтобы освежить взгляд, да? Да, да. А что тут у нас за маленькая такая штука? Хвостюшка маленькая. А здесь хоть хвостюшка длинненькая. Ну, здесь вообще, мне кажется, она тут... Так она с двух сторон одинаковая должна быть. У нас просто с одной стороны есть, а с другой нет. Да, ну, конечно, просто продлить. Просто вот это, видите, когда карандашом, ее толком и не видно. А тут она получается одинаковая по интенсивности сверху и снизу. А у нас вот тут вот ярко, а здесь какая-то какого-то другого цвета. А тут, не знаю, вы сможете это выдержать? Просто я боюсь, что... Ну, в глаз не заходите только. И давайте поморгать мне, ладно? Допустим, раз, и я моргаю. А будем мы сверять с референсом наши глаза, как думаете? Ты в смысле с фоткой? Да, да, да. Ну, смотрите, нам все равно девушки разные, просто похоже, что было. Ну, да, я имею в виду макияж. Так-то понятно, что лица разные. Губы такие же делаем, коричневые. А лицо еще будем делать? А лицо потом еще, да, конечно. После губ? Да, 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 еще нужно будет обязательно нанести. У нее вот эти вот, видите, коричневые уголки внутри, как будто бы, ну, такие поярче у нас. Прозрачненькие. Может, усилим? И хвостик, мне кажется, вот этот подлиннее, а этот покороче. Как будто. Ну, немножечко там, да, прям совсем. Вот этот, а этот как будто короче. Усиливаем? Ну, да, немножечко. Там просто вот это вот, она как будто, вот ее видно, что она глазик продлевает. Сделаем, может, чтобы... А у нас прозрачная-прозрачная она такая. Ну, давайте сделаем поярче. Со стороны, когда смотрите, то стильно кажется, да? Да, очень. Ну, во-первых, вы сами яркая. И вам такое идет. Теперь что? Немножко коричневенького здесь веду. Давайте по ресницам в последнюю очередь решим, хорошо? Давайте. То он поверх наносим, он стерся у нас? Он не стерся, он просто немножко добавит после вот... А скулы будем делать? Конечно, еще румяные будут. А коричневеньким? Корректором вы имеете? Да. Конечно, да. Тоже скулы, да, сделаем? Да, да, мы можем все прокорректировать немножечко лицо. Прокорректируем давайте. Хорошо. А ну, как раз мне скулы сделают. Ага. Я хотела. Так, распределяем это все тон тоже, да? Это делаем скулу. Ну, вообще, да, корректируем. Ну, корректируем, то есть сделаем впадинки на щеках, да? Да, да, да. Получится именно мне красивую скулу сделать? Да, конечно, все получится, все будет хорошо. Вы так немножко потом наслаиваете или, в принципе, любите, когда едва-едва? Едва-едва, потом просто растушевывается, потому что тоже, когда очень пятна потом получается, если сильно не растушевать. И потом при необходимости побольше. Конечно, да. То есть, по сути, нужно так вот что отнести, а потом уже все растушевывать. И так что с этим делать? Получается, его нужно растушевать. Вот это вот темное пятно. Вокруг носа тоже, да, немножко? Конечно, да. Вот это вот получается такое. То есть, вы вот эту коричневинку вот сюда вот, да, вот как бы тянете? Ну, да, да. Вокруг сюда растушеваем, чтобы пятен не было. Ага. Покажете именно, в какое место надо, что красивый нос получился вот именно вокруг, а здесь на мне есть. Ну, вот получается по бачкам. Ну, вот я вам нанесла, вот прям совсем немножечко. Сильно много не надо, а чуть-чуть. А растушевываем куда мы? Ну, вот получается, вот вы берете ее, вот эту полосочку, немножечко вот растушевываете. А вот сюда вбок надо? С этой стороны. Ну, можно, но тут как бы ее нужно показать, что у нас такая она, да. То есть, нужно чуть-чуть ее, трогать сильно ее туда не надо. Ну, немножко на чуть-чуть. Ну, чуть-чуть получается совсем прям вот. То есть, как бы немножко на щеку зайти. Да, 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 да. Вот так, да? Коричневеньким вот этим. Он немножко как застыл уже? Нет, нет, нет. Нет еще? Нет, нет. Нет такого, что щеточка целиком стирает все, что мы наносим? Нет, нет. Нет, нет. Она просто немножко корректирует это все дело. Нету такой ляпочки на ляпочке. То есть, сначала маленькая кисточка, да, потом? Да, да, потом мы мы от этого больше. Да, это дело все растушевываем. И еще сверху пудрой коричневой. Да, можно коричневой, можно румяной еще нанести. Конечно, по идее нам надо, чтобы у нас было в тон. Коричневая в тон или что? Что в тон вашей кожи? А коричневая, она же темнее должна быть. Мы можем, например, коричневые сделать такие прям эти. Ой, родинку, пожалуйста, не трогайте. То есть, делать с вами коричневые румянчики, а все остальное такое более, да, под вашу кожу. Нос еще, да? Да, 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 чтобы сильно тоже переборщить. То есть, такое дело нужно, знаете. Так, носик будем добавлять? Да, да, сейчас. Ну да, вы понемножку, да? Так, то здесь, то здесь, то здесь. Нам как бы кругляш надо нарисовать вот такой. Как понять, где, откуда, куда. Вот у нас вот сюда, да, уходит. То есть, вот эта впадина, вот она идет. Вот эту впадину, чтобы подчеркнуть, нам надо, да, ее вот эту вот... Примерно окружность. Да, да, да. То есть, можно здесь, можно сюда немножко растушевать. То есть, как бы такое дело, что впадина... То есть, вот примерно вот так вот, да? Вот так мы примерно повращали и вот здесь оттемняем, да? Да, 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 да. С носом тоже интересно, как все-таки правильно растушевать его, чтобы он был, ну, как, выглядел как свой. Притаптываем сверху? Ну да, да, немножечко. А вот это, вот это вокруг носа, до какой площади вы затемняете? Во-первых, смотрим, где какой нос. Есть носка, которую пипку и не надо трогать, а есть, которая можно... Длинная пипка, сосад, да? Да, если пипка есть такая, да, то можно чуть-чуть ее... У меня сосад пипка. Да, чуть-чуть, немножечко можно подрезать. Да, да. Ну вот вы, я заметила, просто еще вот здесь, да, это чтобы его углубить? Ну, немножечко, да, то есть я должна вот эти вот как брать, вот эти вот углы, что это как свой такой нос, как будто вообще не подкопаешься, что это какой-то... Нарисованный, да? Вот досюда, мне вот понять именно в какое место. Ну, получается, вы здесь вырисуете вот это вот, да? А эти, да, а эти вот вы немножечко растушевываете, то есть такой прибиваете немножечко, чтобы... Заходом на щеки. Не на щеки, а вот сам на носик. На носик, да. Вот сюда мы делаем или нет, вот сюда? Ну, сюда не обязательно делать, вот где мы нанесли, то просто вот эту вот именно линию растушевать, чтобы она не была такой, как бы грубой такой, скажем так. Ну вот вы сейчас, вот смотрите, опять вот здесь вот поделали. А это я просто нанесла уже здесь, это у меня уже тут крем такой. Это коричневое закрашиваем или добавляем наоборот коричневое? Ну да, немножечко добавляем. Какого? Бежевый там, бежевый оттеночек, да. Как тональник. Да, тональник, да. Теперь лумяна. Многоярусная какая-то, что это называется? Это вот такая удрица у нас разных цветов. А где продается? Это я сказала в профессиональных магазинах, где вот именно в косметике. Как называется? А это Франция, я точно не помню. Советуете поискать их хорошие? Да неплохая, да. Ну, профессиональных клиник, я не знаю, сейчас они продаются вообще, потому что это вот ушла она уже. А, добника ушла? Ну вот сколько она, может, год назад, два. Такая вот интересная. Очень удобная, но это для... И тут разные цвета, да? Да, да, это для людей, которые профессионалы, им, конечно, для вас не знают. Когда много клиентов, да. Для вас, не знаю, пригодится она. Но информации почти нет. Да, потому что вы-то, ну как бы... Себе один можно дать себе. Теперь темный, потемнее. Сейчас чуть-чуть теплый. Это на все места, где у нас крем был коричневый. Да, где все он был, да, крем был. Вот все это мы сейчас растушевываем. Можно хайлайтер нанести вот на эту вот часть. Давайте. Злестящее что-то? Ну, немножечко, да. Но его надо на вот такие вот бугорки наносить. То есть на сколы, чтобы сколу немножко увеличить. И она так вот дает красивый цвет, вот такого бронзового. Можно на вот эту носику там нанести тоже здесь. Посреди лба? Да, да, да. Придать сиянию. Угу. Ну, такой, да. То есть на все лицо посмотрит? Да, здоровый такой вид, что он дает. А сильно он блестит? Нет. Ну, такой прям чуть-чуть такой дает эффект. Угу. Розовый керночки или другой? Ну, может, такой вот цвет лососа. Такой, такой. Но он такой фиолетовый. Вот этот, мне кажется, поинтереснее. Будет его видно на мне? Я думаю, да. Очень красиво будет смотреться. На бугорки? Угу. Мне кажется, не видно, нет? Нет, видно. Не прям вот такой. Ну, что там какой-то розоватый, не видно. Ну, такой естественный. Не матрешка, скажем так. А поярче нет? Ну, розовенький какой-нибудь или кораллов. Нет, можно. Можно? Ну, мне кажется, тут не будет ли вам перебора? Не знаю. Просто глаза яркие еще, тут щеки будут яркие, будет совсем, мне кажется. Нет, мне кажется, надо вот так вот. Ну, прям супер смотрится. Как будто чего-то не хватает. Нет такого. Может, конечно, что губы еще не накрасили? Ну, ресницы еще, да, не накрашены. Так-то, видите, у нее немножечко сюда сходят эти румяночки. Немножко вниз идут. Можно, чтобы градиент был, контур потемнее, и потом чуть посветлее серединку, тогда это губы увеличат. Да, да, то есть это сейчас еще потом помадой нужно переиграть. Если, смотрите, если приближаю, как будто бы на стрелочке как будто бы ровненькие, так вот вы смотрите, а не ровненькие? Ровненькие. Ровненькие. Да, вот так. У нас вот получается такой какой-то у нее коричневый в этом помаде. Это помада. Вот такой блеск помад. Вот тут, смотрите, как ступенечка такая вот здесь, видно, стрелки наши. Ну вот. Ну мы сейчас ее... Как вагорлик. Ну, в смысле, открашу немножечко. В глазах смущает меня? Понять не могу. Так со стороны ничего вас не смущает? Нет. Нет? Может, потому что, знаете, вот либо... Не знаю, сейчас по поводу подводки. Например, вот может то, что она, видите, какая-то неравномерная, и такая немножечко, как будто она вот с пропаданием цвета. Вот. Можно под это, потому что глаз, когда, видимо, дергался. Это что-то самое такое, что глаз подо немножечко у нас веравномерно несет, что я могу его... Что-то у меня такое вот... Как будто бы такое настроение глаз. Не получается у нас? Да нет. У него там брови, видите, какие-то... Ну да, у нее карикатура, она специально... Ну вот глаза сами... Нет? Ну я не думаю, что это... Ай. Тут просто, видите, я даже не знаю, как это объяснить, потому что, мне кажется, вот когда, ну именно, если практиковать цветные макияжи, то это ощущается. А так вот объяснять с нуля, как будто бы может выглядеть как придирка. Но просто, видите, вот у нее линии все, они очень плавные, такие художественные. Оно вот идет, и оно как-то плавно из-за... Что еще фотошоп может быть? Одного в другой перетекает, и это все выглядит как... Ну такой вот он прям подиумный макияж. У нас вот оно все из каких-то как будто то ли точек состоит, то ли то, что оно как какие-то микроволны. Вот как будто оно вроде бы и линия есть. Но вот из-за того, что она какая-то вот немножко... Глаз держите, как насколько могу, настолько наношу. Так же там, вы думаете, у нее там не сделан фотошоп? Конечно, это фотошоп. Вот это все ей убрали, где-то что-то тоже поврежет. Кривокоса, думаете? Ну я не думаю, что там кривокоса, но я думаю, что там не может быть такого, что у нее там все прям так идеально. Все равно даже мастер тот, который все равно нанесет немножечко такое... Глаз дергается, глаз имеет свойство закрываться. Вы же в живой человек, я не могу тоже вас трогать. Не трогать. Ну да, ну вот внешний хвостик, что он... Ну во-первых, это другой человек. А у нас вот у него такая... Все равно мы все асимметричны. Ну это да, это... Один глаз у нас такой, другой такой. Мы не можем быть одинаковые. Ну я про линии говорю, не про то, что глаз такой-сякой, а то, что вот, например... Просто видите, вот когда стрелочка равномерно нарисована, вот она тут сложная. Ну я просто специально видела, чтобы было видно, что она идет, ну как бы как единое целое. Хотя ее тоже стрижками рисуют. Но вот как она заканчивается, круто. Видите? Ну это понятно. Одно дело человек сам себе наносится, другое дело человек... Да нет, не сам. Я не умею, вы что? Это меня красили. Надо нести вот так вот. Вот это меня красили. У вас дергается, и я вас боюсь тронуть лишний раз туда-сюда. Да, просто вот смотрите, вот здесь вот тоже очень яркий макияж сделан. И тоже стрелка, видите, какая длиннющая? Ну, яркий оттенок. И вот видите, как все, такое ощущение, что единый образ. И у нас вот глазки. Вот, мне кажется, как будто бы... То есть вот они вот здесь вот и супер одинаковые, а здесь вот как будто оно вот так какой-то дрожащей ручкой. Вот здесь вот больше такой толстенький кончик, а тут тоненький. Яркий макияж, это, конечно, сложно. И чтобы он именно ощущался вот так красивенько, надо очень плавненькие равноверные линии делать. Иначе может вот такой быть эффект немножечко, как из первого примера. Как карикатурно он может выглядеть. Здесь тоже оно, видите, все единое целое. Вот. Видите, как оно идет? Оно как будто бы единым. Вот так, видите? Ну, понятно, здесь еще и фотошоп, конечно. Ну, это видео, как фотошоп. Ну, видео, я имею в виду, тоже на слой света, правильно? Ну, да, но оно же не сделает из кривой стрелки ровную слой света, правильно? Ну, понятно, но, скорее всего, уже там сама себе сделала это все. Кто? Сама себе? Это я. Нет, это меня накрасили. Да, это вы? Да, не похоже. Не похоже вообще. Ну, вот такой макияжик. Видите, как линия сделана, что она как будто не прерывается. То есть, тоже внутренний уголок, видите, какой он? Видите, он и как украшает то, что это все выглядит очень в тему. Я просто не знаю, как еще объяснить, чтобы это не выглядело как придиркой. Что в конечном итоге оно украшает лицо. А у нас как будто немножечко, ну, вот такой суперлюбительский. Вот эти все линии, как будто из разных опер дрожащие. Ну, у нас с вами очень легкий макияж, здесь нету таких линий. Вы выбрали такой с линиями. Ну, я вам первый показала, там очень яркая стрелка. Изначально прям линии такие у нас тяжелые. Ну, да. Но стрелка в первом варианте тоже я показывала, что она очень яркая. И она тоже из-за того, что сделана очень монолитно, красиво. Ну, вам изнутри еще ее там сделали. Видите, он сам глаз. Ой, это же не изменит. Да, вы изнутри сделали. Но я имею в виду то, что... Ну, как это все изменяет? Ну, посмотрите. Вот я закрою. Как будто, что она у нас такая волнистая, прерывистая. Здесь как будто бы она такая... Волнистой нет и прерывистой. Прерывистой может быть, да. Но вы глаз дергаете, я не могу вам прям вот взять и наварить. Ну, я драформу говорю вот здесь вот. И вообще в пещение. Здесь она прям на нет сходит и тоненькая ниточка в конце. А у нас вот то, что я вам показала вот вначале. Это, конечно, супер утрировано. И автор себе специально делает, как будто немножко такие страшненькие. Чтобы это пострашнее выглядело. Ну, вот. И просто, видите, вот обратите внимание, как у нее черный сделано. И как в примерах, которые я показала. Вот я не знаю, что общего. Ну, понятно, что она тут специально криво делает. Но вот это вот, что оно жирненькое и такое немного дрожащее, как будто волнистое. Общее впечатление от макияжа, оно, если он яркий и такой очень, как будто немножечко любительский, битерский, вот оно немного карикатурное получается. Как думаете? Я не думаю, если смотреть издалека и... Издалека? Ну, это ж не выход. Я ж к людям еще и близко подхожу. Плюс ресницы накрасится. А это не изменит же наши вот эти вот штучки. А что он именно не изменит? Вы имеете... Ну, ресницы накрасим, а вот то, что вот эти вот линии... Ну, я не знаю, как вам показать. Вот я вам просто два утрированные показала. И красиво, как выглядит, когда эти все линии, они красивые. Что они все выглядят украшающими лицо. Ну, мне сложно объяснить, если вы не видите. Я не знаю, как бы там и там линия. Но в одном случае она вот такая может быть. А в другом случае, вот как я до этого показала. Не видите? Может, еще кого-то позовем? С пояска посмотрим. А уже вот, видите, они вот, они уже чуть-чуть вот тут подстерлись. Глаз туда-сюда. Мы его сейчас наносим. Что такое, глаз туда-сюда? Просто когда краску надо периодически вот так вот наносить, вот немножечко туда сверх-низ. Ну, он же для жизни макияж. А как он продержится мне вечер? Ну, конечно, продержится. Если я только еще встать не успела, из-за того, что глаз туда-сюда, он уже стерся. Ну, я же вам вот сейчас заношу вот это раз. А на улице как он будет нормально? Ну, если вы не попадете под дождик. Все будет хорошо. Ну, я сейчас же не под дождик попала, он стерся получается. Ну, я вам заношу, чтобы были, ну, как вы говорите, линии непрерывистые. Поверх отводки еще слой, как бы, да? Угу. Как бы вот вы сами оценили, стоит макияжик 5500? Ну, если не хотите, не платить. Я вот хотела у вас спросить. Ну, итог, вот, довольна вы происходящим? Давай, вы только можете быть довольны. Ну, вы своей работой же тоже можете быть довольны, можете не очень быть. Ну, могу не довольны. Да. Мне кажется, у вас вот какие-то, может быть, более нюдовые, наверное, вот где нужны прям стрелочки графичные. Это прям, может, их пока не делать временно, пока там, да, обучиться или как-нибудь так. Ну, что, спасибо. Вы со мной не согласны, да? Думаете, придираюсь? Ну, почему? Потому что, конечно, в вашем законе, в вашем законе. Вы просто еще с таким энтузиазмом взялись за цветной, что вы его делаете, что как будто бы прямо у вас постоянно практика. Обычно, если практика постоянно, то они очень такие симметричные, прямые получаются. Вот, как бы, плавненький с тоненьким хвостиком. Давайте, может быть, его... Не знаю. Да, мне сейчас так будет просто. Ну, все... Если вы хотите, снимайте, но... А, ну, давайте, мы, может... Просто я уже не могу, и уже у меня клиент сейчас будет. Я поняла. Ну, вы сделали все, что могли, да? Как будто там, наверное. Руссненько, конечно. Дадите мне смыть, хорошо? Я вам могу оплатить? Да, не можете. Расходники в ваше время. Ну, я думаю, что 5500, это, конечно, очень дорого, очень-очень дорого для такого результата. Прошу, прошу. Не против? Дадите смыть. На Бусте новый обзор, где визажистка запрещала мне спрашивать, какие продукты она носит на лицо. Нельзя было мне так же приоткрывать глаза, если ей что-то не нравилось, она убегала. И 40 минут жаловалась на меня директору, пока я ее ждала. Этот обзор только на Бусте собрал 130 комментариев. Тональный крем? Да, мы же договорились с вами. Ну, я спрошу, что за продукт на мне, на это мое лицо. Я же не интересуюсь техникой, как. Все, косметические продукты. Опять, что ли? О, Господи. Вот я не знаю, как объяснить, если не видят. Ну, вот, типа, все нормально человеку. А мне чисто вайп вот этот, Светланы. Карикатурчиков. Дадите в 1-диск. Да, я сейчас принесу. Спасибо. А то не говорите, ничего ждать не или идти. Да. Ну, мне кажется, не хотелось вас обижать, если честно. Как вы считаете, нужно. Ну, я все равно оплачу, но, может быть, просто, ну, не 5500. Все. Мы, конечно, там старались и время потратили. Держите. Спасибо. А мицеллярку дадите? Нет, у меня мицеллярка, крем. Мицеллярка, крем. Мне тоже, это, который мне снимали, да, в макияж? В начале? Нет, это другая. У меня две такие. Две, а вторая? Может, я первая, а то она мне подходит. Сейчас, что вы покажете, которая мне? Ну, вот есть Кики. Так, а первую покажете? Кики. Она как мицеллярка идет? Да, да, она снимает. Смотрите, тут вот с рогонности до 15-го года. Где до 15-го? Вот, сзади. Посмотрите, наклеечка. Не перебирайте косметику. Нет, конечно, перебираем. А я же просто переливаю, берем, бывает, что переливаю. Так он не откручивается, как вы. Мы переливаем. Он не откручивается. Нет, а у нас бывает, что благодать. Я откручиваю, я. Ну, он просто не откручивается, так что не так. Не перелили бы, у него же помпа, а тут вот гонит до 15-го. То есть ему уже 10 лет, как он просрочен. Вот, посмотрите, написано. Потому что я его... Вот, прямо вот тут написано. Годен до 15-го. А вот дрова. Чем тогда протереть можно? Можете умыться. А? У нас все плохо. Давайте кикат. Может, кикат вот этим. Да там уже нету. Нету, закончился. Ага. Ну, хоть стрелки мне стереть. Можно я все трогу? Можете умыться. Ну, это потом надо уход наносить, СПФ, что-нибудь. А у меня ничего нету. А что сделать? Натселярку как-нибудь стрелки стереть есть? Или только вот этот лосенчик до 15-го года? Лосенчик, да, у меня видите, вылется. Можете вот скраб взять, может быть, он такой дает. Скраб? Ну, давайте. Может быть, я не знаю, хоть что-то, я не знаю. Просто сейчас. Корейский? Да, корейский. Ну, такой скраб. Тут тоже что-то со сроком годности 22-го года. Но может это просто быть до. Вряд ли? Не до. Вот, тут Экспо 22-й, 5-й, 20-й. Не знаете Экспо? Я все время забываю, это до или... Я не знаю, думаю, есть просто подожди. Понятно. Так нету, да, Мицеллярки? Получается, ну, как будто. А как, вот смотрите, вот если у вас 5500 стоимость, ну, оно же предполагает, что там какой-нибудь уходик должен быть. Так, сейчас найду, что значит Экспо. Экспо, это же такой же ценник вообще средний по Москве. Так, вот я нашла Экспо, это дата, после которой использовать данный продукт нельзя, срок годности закончился. То есть уже 2 годика у него. Я поняла, просто уже такая цена уже, знаете, во многих салонах уже прям чистый люкс в кейсе. Ну, как минимум, мне кажется, хорошо бы просрочку убирать, тем более это же лицо. Согласна? Ладно, в общем, смыть нечем, да? В стрелочке, получается. Ладно, спасибо. Просто, может, просмотреть вам продуктики, а то там, скорее всего, не единственный такой. Ой, мамочка. В общем, стереть нечем. Хотела я стрелочки стереть, показать вам референс. Вот, я немножко взгрустнула из-за нашего результата. Ну, а мастер, конечно, тоже расстроилась. Потому что ей в целом как будто нравится, а я как будто вижу различия. Ну, именно в форме, в стрелочках, в том, что как будто это такое профессиональное, у нас как будто бы немножечко любительский. Вот здесь вот в уголках глаз похожий. Тут с этой стороны. Похожий? В уголках глаз чёрные стрелочки. Ага. Они, в принципе, схожи вот, например, с целью глазу. Да потому что здесь две и здесь две, или как они схожи? Ну, вот с этим глазом можно вот этот, видите, который они тоже... Ну да, вижу просто. Я поняла, о чём, но оно не такое, как на фотографии. Ну да, именно даже не потому что лицо, вот именно понятно, что мы с моделью разные люди и всё такое. Ну просто как оно я показала мастера, что у меня такое ощущение, что это очень сильно похоже на то, что у меня получилось, на вот это. Здесь суперутрировано, понятно, но вот такой вайп, знаете, вот стрелки вот здесь, как оно вокруг глаза. Тоже оно что-то остренькое. Но как будто у меня очень в тему. Я просто предлагаю... Вот ещё раз первую фотографию. Можно. Которую показано. Да. Я просто предлагаю, может быть, не браться за цветные, ещё бы обновить кейс, потому что там в том числе мне смывали 10-летний просрочек, у которого до 15-го года срок годности. То есть он уже 10 лет, 9, как бы должен быть выкинут. И второй продукт 2 года. И там их немного, просто у вас такое уже 5500, то есть это уже, извините, как бы 5500 это уже средний ценник по Москве, небюджетный. То есть во многих кейсах там уже то, что постоянно обновляют, докупают люкс. У вас прям видно, что очень старенький кейс какой-то, прям миллион лет недавности. И как-то всё вообще, ну не вкладывайтесь, нет ухода за кожей. Даже вот я хотела стрелки стрелять, мне нечем, потому что нет мицеллярки. Есть только 2 просроченных продукта, скраб и 10-летняя просрочка второго что-то. Мицеллярной воды нету, да. Она как-то или пролилась, или закончилась, непонятно. Ну не было, вот я не смогла стереть. Я поняла вас, да, про мицеллярную воду, обязательно мы её приобретём. Так. Я услышала этот момент. По поводу цены я тоже поняла. Так, сейчас я открою вашу запись. Да, у меня там 5500. Да, я вижу. Смотрите, в данном случае, в любом случае, мастер проделал работу, да, мы потратили время. Работа сделана. Всё-таки. Ну и что-что мимо, да? Оно не походит на то фото, которое вы показали первым. Но всё-таки это и не вторая фотка, которую вы показали. Ну, вторая после фото карикатуры, там специально уродлива. Понятно. Да, то есть, как бы там не такой, конечно, вариант. Я предлагаю сделать максимальную скидку, если так устроят. Это какая же? Ну, без здоровья. Сейчас мы всё ждём. Косметика вам понравилась, которую делали? Да нет, конечно. Что там? Ну, там всё с ни одного узнаваемого продукта. Ну, то есть, всё такое очень старенькое. Просто если для ухода там 10 лет, остальное, очевидно, тоже не обновляется. Надо пересмотреть всё придирчиво. Потому что не все мастера у некоторых 5 лет за год. И вот им кажется, что вчера купили, а уже дети выросли. Давно. То есть, там косметика тоже старенькая. Надо её пересмотреть, выкинуть всю просрочку. Сколько это получается? Ну, я посчитала. Я думаю, что в данном случае у нас заложено было... Ну, у вас 2,5 часа заложено по умолчанию. Да, 2,5 часа. Учитывая тот вариант, который у нас получился, то, что вы хотели, но работа сделана, и всё-таки она сделана не так плохо. Ну, я имею в виду, что... Ну, что вы предлагаете? Ну, не так. Я думаю, что можно сделать максимальную скидку до 1500. 1500 оплатить мне. Оплатить. Кажется, это адекватная стоимость, потому что, ну, всё-таки... Ну, типа за время потрачено, ну да. Ну, конечно, да. Чтобы совсем никак... Как бы если обговаривать, да, чтобы было у нас логично... Ну, 1500 ещё как-то... Какой честный. Есть у меня ощущение, да, что если я как модель пришла, она мне тренируется. Может быть. Ну, давайте. Хорошо. Это адекватная будет кориант. Карта у вас оплатная? Да, у меня карточка. Рассмотрите, что как. У вас, конечно, мастер очень приятно. Мне очень жалко её расстраивать. Да, я видела, она очень расстроилась, поэтому... Да, изгороднула. Ну, а что делать? Вот клиент тоже расстраивается. Можно вот сюда. Сейчас не стану. Приложить. Тут как бы надо всё взвесить. Я всегда адекватно как бы стараюсь относиться с подобным, да, ситуациям. Мне кажется, что... Видно, да? Да, видно. 1500. Если это всё обсуждаемо, я вижу, что вы тоже адекватный, как бы, человек. Всё взвесить и... Давайте? Да, разрешить. Хорошо. Ну, я, может, ещё... Давайте 500 рублей, чей вы, мастеру, ставлю, чтобы именно ей пришлось за старание. Может, QR-код или как у вас? Нет. За старание, просто чтобы она не расстраивалась. Мастеру, да, либо хотите, здесь оставьте. У меня налички нету, поэтому я бы перевела. Давайте, да, можно ей сразу перевести. Продиктуйте. Я вам скажу номер, секунду. Спасибо, что вы сказали про мицеллярную воду и такие вопросы, да, которые мы разрешим и исправим эту ситуацию. Хорошо. Ну, честно сказать, за 5500 уже можно, вот, да, чтобы было приличное, базовое, за минусом каких-то старых-старых продуктов, которых уже даже в продаже нет за тысячу лет. И если для сухих текстур это не так, может, иногда принципиально. Ну, они, типа, вроде бы не наносят вред, даже когда они старенькие. А вот с кремовыми все сложнее, тем более уход, какой-то там праймер, вот, мне на все лицо нанесли его. Им изначально стерли мне там ССП, с которым я пришла, а потом я смотрю, он 10 лет просрочен. Я соглашусь с вами этот момент. Ладно, ну, все, спасибо, хорошо. Можно будет исправить, мы это сделаем. Спасибо. В следующий раз запишитесь, попробуем, может быть, еще раз. Нет, мы не примут в третий раз. Ну, мы не учтемся, комментарии, но вот скажите, если было бы так, как на фото, мне кажется, адекватно было бы, да, 5500? Да, если было бы так, как на фото, конечно, это непростой макияж. Да, потому что, ну, он красивый. Да, красивый, яркий. Макияж реально классный. Я как бы соглашусь, что сейчас то, что на фотографии, оно не походит так. К этому надо стремиться. Так, чтобы было понятно, на входе я увидела, что, в общем, какая-то как будто карикатура. И, думаю, странно, так что под названием, относящимся к салону красоты, ну, куда мужчина. Теперь, конечно, понятно, что это, если все сейчас цирка, рядом с цирком, и такое немножко карикатурное изображение Никулина. Я думаю, тогда все логично. Ой, так, ребят, ну, мне, конечно, очень немножко неловко, ну, очень немножко. Ну, в общем, мне как бы и неловко перед визажистом. А с другой стороны, я понимаю, ну, а как еще? Вот что я могу сделать? Ну, просто, с одной стороны, мне очень, правда, грустно, потому что она и старалась. Я такая, она как будто увлечена процессом. Она кайфует от того, что делает. Ей нравятся эти цвета. Она с такой любовью. Реально, как художника, она мне сказала, что она очень обрадовалась тому, что кто-то попросил яркий макияж. Более того, когда я пришла, в моем запросе первично был более бледный мейк. И она такая, ой, это не вечерний, давайте поярче, цветной. Я думаю, ну, надо же, какое везение. Вот, что она их любит, делает. И потом я понимаю, ну, немножечко на это смотрю. И в целом, в целом, если я думаю, ей бы подучиться, то будет очень даже, наверное, неплохо. Но пока даже тяжело объяснить, что именно пошло не так. Потому что как будто бы чуть-чуть все пошло не так. За что мы не возьмемся? При этом, если я думаю, все-таки на битруку и, главное, на смотренность, когда есть на смотренность, на классные работы, если нравится какой-то арт, цветный макияж, то на классные работы из режиссов, которые их делают, то вопросов уже не возникнет. Вот, а что же тут у нас не так? Вроде то же самое, что на фоточке. Ну, что, как будто линия немножечко кривая, косая, ну, так вы моргаете. Или там у вас глаз дрожит. Ну, очевидно, не в этом дело, да, что как бы оно все. Вот оно все, оно чуть-чуть такое, чуть немножечко любительское. А, и требует, очевидно, доработки. Поэтому единственный компромисс, который я вижу, это просить скидку, оплачивать мастеру время. Если бы я 5500 заплатила, ребят, я бы себе не просила. Потому что, мне кажется, это просто катацкая неадекватность. Даже такой ценник стать при таком кейсе. Ну, и подобных навыков, которые, наверное, нормально справляются с легкой, там, не знаю, дневной коммерцией незаметной. Но если хоть чуть-чуть уже что-то просишь, то кошек вправо, шек влево, очевидно, надо подучиться прокачаться, обновить кейс, выкинуть просрочку, потому что это никуда не годится. Так, ребят, думала я сейчас снять продолжение заключения, но в целом я сказала все, что хотела. Мне кажется, не надо больше ничего ниоткуда высасывать. Предлагаю попрощаться, сделать новые воды и, конечно, оставить ваше впечатление от процедуры. И, может быть, вы дадите мне совет, что делать в том случае, когда вот такая милая-милая мастер, но делает она то, что может, хочет потом за это каких-нибудь немалых денег и очень обижается на ответную реакцию, там, критику, обратную связь. Все, целую вас, обнимаю, всем пока.